да сразу понятно что с киева нам и откуда понял слушайте вопрос есть к вам я от вообще по истории общаюсь и меня вот интересно наткнулся на шлем ивана грозного вы видели когда-то шлем его на грозный он на самом он на самом деле сейчас находится то в швеции там в ихний значит королевской ну да как-то он туда попал не знаю как не выяснил королевской оружейной палате находится и вот вопрос я просто видел фотографии там да в детальном значит фокусирование вот и самое интересное то что на этом шлеме значит вот ну есть написано значит титул царя написано шелом князя ивана васильевича это на церковнославянском а сразу же над этим титулом арабская без скажите пожалуйста почему она там находится я предполагаю насколько я осведомлён что раньше у нас даже не было христианство христианство оно уже перенесено на Русь раньше было язычество а до скажем так перед язычеством но после язычества было мусульманское то есть там на церквах на сверху да на куполах было именно на полумесяц если посмотреть старые там ну такие даже новые фотографии посмотреть там был полумесяц у нас было мусульманство а потом уже пришло христианство на Русь и поэтому оно в принципе я так понимаю почему оно прижилось потому что по сути одно и то же ну то есть там был мухаммед да тут иисус ну по сути тот и тот пророк ну а вот смотрите после я вас понял да а скажите пожалуйста вот там постоянно на россии кричат что вот мы там православные мы всегда были православными что что получается 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 это чушь конечно конечно чушь раньше было на язычестве ну то есть как язычество было язычество это язычество это еще давно это еще до русский период ну вообще язычество всегда было до христианства я имею в виду мусульман язычество было оно в принципе даже когда христил значит Владимир Русь то в принципе оно продолжало существовать оно плавно вытеснялось христианством но все равно продолжало значит существует на многих территориях и даже если мы там посмотрим на какие-то артефакты из руси там какие-то там лунницы или какие то там кресты и то например мы можем увидеть на есть крест да православный она православном кресте там солярные вот эти языческие знаки или какие-то вот такие штучки на лунница мы тоже можем лунница может быть То есть, это чисто языческий знак, символ, который еще со скифского времени известен, как минимум. Там тоже мы можем увидеть, вот есть лунница, а в ней, значит, крест вставлен в эту лунницу. И понятно, что оно там продолжало существовать в некоторое время, но уже, если мы говорим за... Уже вот если Иван Грозный это 16 век, то, естественно, язычества тогда уже точно не было. То есть, оно уже фактически полностью искоренилось. Хотя вот этот симбиоз христианства и язычества, он сохраняется и до сих пор в некоторых традициях. Это же там Пасха или такие вот... Да, Ивана Купала, это соединенные языческие и христианские какие-то. Православие это вообще такое соединение язычества и христианства. А каким же образом тогда там на Москве и в 16 веке попало мусульманство, как вы думаете? В 16 веке мусульманство попало? Ну, Иван Грозный это 16 век. Шлем его это, естественно, 16 века. Нет, вот по моему мнению, ну, как бы, если взять там исторические всякие там данные, то сначала было мусульманство, потом привнесли христианство на Руссию. А как оно было во времена Ивана Грозного, ну, то есть пришли там проповедники, начали продвигать христианство, вот. И оно как бы со временем, ну, сначала, понятно, оно как бы против него все были, потом со временем там путем всяких, ну, революций, скажем так. Я понял, да. А Иван Грозный, а Иван Грозный, вот он вообще кто был там, если по внешности его даже взять? Ну, по внешности, ну, по крайней мере, по гравюрам, да, то есть, на этой фотографии нету. Ну, там картины всякие, есть реконструкции Яросимова также. Внешне, ну, не знаю, русский. Русский? Нет, у него, у него даже, если вы посмотрите, посмотрите на его одеяние, у него вот эта, значит, борода, вот эта шапка круглая на голове, вот. Это все идет как раз-таки вот с востока, вот. И самое интересное то, что вы видели куда-нибудь реконструкции Ивана Грозного, там, Федора, вот. То есть, вот этих, вот этих князей-царей 16 века. Вы видели куда-то? Ну, да. Ну, Яросимов их реконструировал, такой известный довольно, значит, антрополог, вот. И он, когда реконструировал, то мы можем полностью увидеть тюркскую внешность. То есть, полностью это тюрки. Это обычные тюрки. Ну, то есть, это какая-то чуть-чуть монголоидная внешность, вот, но вот эти с арабским оттенком. Русские считают монголоидами, по сути. Ну, ну, как бы, по сути, это так и есть. У нас смесь норманной, да, изначально были. То есть, пришел Рюрик, да, как норманы были. Ну, норманов не так много было, как местных племен, финно-угорских племен. То есть, Меря, Мордва, Меря, ой, Веси, Чуть и так дальше. Финно-угорский тоже такое, блин. Ну, а кто он, Рюрик был, финно-угорец? Ну, Рюрик, это, вообще-то, легендарный персонаж. То есть, не доказано, что он, в принципе, существовал. Это нужно понимать. То есть, мы его знаем по повести временных лет, но по параллельных, значит, по каким-то другим источникам мы не знаем его. То есть, ни византийцы, ни арабы, ни какие-то там западноевропейские источники не говорят о существовании Рюрика. То есть, мы не знаем, существовал ли он, в принципе. Поэтому за него говорить нет смысла. А насчет, в принципе, норманов-викингов, или же варягов, то их, естественно, не попадали, да, там попадали на эти территории, но их было меньшинство. Они растворялись в этом, значит, большом количестве финно-угорских племен и слоянских племен. Вот. И про это, кстати, говорят же ваши антропологи, генетики. То есть, это доказывается. Ну, вот если мы... Я что не говорю? Что мы кто? Не-не-не, я же хочу ответить, смотрите. Вы же к чему-то ведете, вы же изначально затеяли этот разговор. Не, ну просто интересно. Просто вот ведут к тому, что вот даже с 19 века был у вас такой граф Уваров, вот, и он проводил, значит, археологические раскопки, на которых он, ну, это было, проводились эти раскопки на территории Московской, Владимирской, Ивановской, Розанской и Курской, значит, вот этих земель. Вот. Вот. И он исследовал очень много вот этих захоронений, то есть курганов. Вот. Там больше 7,5 тысяч, около 8 тысяч курганов, в общем-то. Вот. Разные, они датировались разными периодами, то есть от 8 века где-то до 16, 15-16 веков. Вот. Из этих, естественно, курганов были там взяты образцы как раз-таки остатков, то есть тех людей, которые там были захоронены. И он, ну, пришли, значит, к выводу в итоге, что в этих, среди всех этих, значит, захоронений очень мизерное количество славян. То есть в основном это финно-угорские племена разные. Вот. Ну, там была еще составлена карта мирянских племен вот этих, то есть это племя Меря там жило на то время. После этого, после этого, в 19 веке, опять-таки, археологи-антрополог Богданов, значит, и опять-таки доисследовал вот эти все чем черепа, кости. Вот. И, значит, установил то, что именно на великороссиян, великороссиян, ну, так тогда россиян называли, великороссы. Вот. То есть к великороссам, ну, в 19 веке, если посмотреть там этнографические карты, то там нет русских или россиян, есть великороссы. Вот. И, значит, он установил, что, что да, что, значит, именно великоросское население, оно как раз-таки больше походит в 90% от мирян, то есть вот этих финно-угорских племен, которые как раз-таки на этих территориях были автохтонами, то есть местными жителями, которые жили, ну, так сказать, с Покон-Викон. Ну, понятно, я знаю, что такое автохтон. Вот. И если так мы подумаем, ну, это же 19 век, вот это давно, а как же современные, да, там говорят, значит, исследования. Так вот, в современном уже мире есть антрополог известный Алексеева, вот, в которой я издала труд, который называется антропологических состав восточно-славянских народов и проблема их происхождения. Это, конечно, финно-угорских народов, по данным антропологии. И вот, что в итоге она приходит к тому, к тому же, значит, к тому же выводу, что и приходили в 19 веке. Что, вот, я хочу зацитировать. В отношении Ярославской, Костромской, Московской и Розанской губерний дело решается сравнительно просто. Основу вятичей и полуорских кривичей составляют финно-угорские племена. Славянский элемент в физическом облике средневекового населения невелик. В современную эпоху соотношение финно-угорского и славянского компонента меняется в пользу славянского. Однако, характер изменения в антропологическом облике свидетельствует лишь о приливе населения из более западных и северо-западных областей обитания русских, а не о смене его. В Средневековье основу населения Волжско-Охского треугольника составлялись ославянины финно-угорские племена. То есть, говорится о том, что, в принципе, до 15 века, кстати, про это еще говорят также генетики балановские, вот, значит, там есть такое издание «Русский генофонд на русской равнине». То же самое говорят, что до 15 века, в принципе, славян на территории вот этой, вот как, на территориях вот этой там Ярославской, Костромской, Московской, Ярозанской губернии, их, в принципе, фактически не было. Их было очень мало. В основном это составляли, жили, значит, финно-угорские племена. Вот, если так посмотреть по истории, то как раз таки все сходится, потому что 15, начиная с 15 века, это завоевание там Ивана Третьего, ну, Василий там пытался что-то завоевать, потом Иван Грозный это все добивал, вот, что, значит, были там завоеваны, значит, Тверское княжество, была Новгородская республика уничтожена, то есть как раз таки с конца 15-го, начала 16-го века захватываются вот эти европейские территории, с которых как раз таки начинается прилив славян. Но при этом мы видим, что цари, что Иван Грозный, его тюркская, значит, тюркская внешность и его там Федор после него была бы у него тоже реконструкция, чисто тюркская, значит, внешность. Это, значит, то, что как раз таки остается от наследия Золотой Орды, которая управляет до этого, до 15-го века местными вот этими племенами. Вот. Ну да, это же, там, если посмотреть грамоты... То есть, получается, что вы ведете к чему? К тому, что русских, как таковых, нет. Не, ну... Это просто, ну, типа, там, какие-то эти ноутборцы, или там, как у вас, как называется, то есть, ну... Не, так я ни к чему не веду, я просто говорю за то, к чему приходят, значит, ваши исследователи. То есть, я же ничего не утверждаю. Да, я просто... Ну, вы зачем-то это все говорите? Ну, вы что, мне что-то показать? Просто интересно, интересно такие факты знать. Ну, вот, что как раз таки вот этот шлем, это доказывает то, что как раз таки было, значит, наследие Золотой Орды, которое оставалось вплоть там до 16-х веков, как минимум. Хотя и есть еще шлемы, тоже шлемы, там, Михаила Феодоровича, Алексея Михайловича. Я понял, короче, мы хотим сказать, что Золотая Орда, ну, типа, мы, по сути, как бы, по сути, не русские, а, ну, мусульмане, там, или я не знаю, как сказать. Ну, вы, вы себя... Восточные люди, да, больше, чем русы. А вы больше, а вы получите больше русы, украинцы. Те, которые, ну, то есть славяне получите. Смотрите, чтобы свои слова не вставлять, я хочу, опять-таки, зацитировать Алексееву, который также в этой работе говорит за вот эти части южной, европейской части СССР, ну, на то время. Я просто хочу как-то подойти к чему, я могу вас слушать часами, но просто, ну, я не понимаю, к чему вы ведете. Ну, то, что, да, действительно получается, что мы разные народы абсолютно. У нас своя линия течения, у вас своя. Вы ближе к востоку, вы ближе к тому, у вас... Ну, это же логично, кто ближе к кому живет, тот ближе к тому и будет. Да, типа вот, даже по территориальному, да, такому-то отношению. Ну, так исторически склалось, получается, что я... Может быть, может быть, но и что? Просто, просто понимаете, в чем проблема вот этого всего? То, что там 15-16 века, ну, это давно, да? Проблема в том, что это отражается в 21 веке. То, что сейчас вот эта... Вот эта политика сейчас, там, Путина, вашей верхушки, это все как раз-таки наследие вот этой золотоардынской... золотоардынского вот этого, значит, традиции. Вот этой золотоардынской. Когда... Так, это связано. Ну, смотрите, я вам объясняю. Значит, Россия, это большая сторона. Вы согласны со мной? Ну, конечно. Просто... По сравнению с Украиной в три раза, наверное. Не в три, там минимум в десять. Я не знаю, сколько точно, но минимум в десять. Вот, и... По населению, наверное. Не по... А, по населению, да. Да, по населению, да. Территория, там, ну, минимум в десять раз. То есть там одна шестая или одна пятая земли, это... Этот, короче... Не, это я ворю, это я взобрался. Ну, в общем, огромная сторона. Вот. И, значит, эта огромная сторона имеет множество ресурсов. Множество, значит, каких-то элементов, с помощью которых можно развивать свою, там, экономику, свой, там, значит, уровень жизни, как бы улучшать. Вот. Но при этом двадцать первый век, а Россия почему-то дальше пытается расширяться. То есть эти территории, которые... Это не считается. Не-не-не, дайте я просто докажу суть. Что, как было за Золотой Ордой. Золотая Орда, это просто несущая смерть, несущая за собой смерть вот эти, значит, вершники. То есть это просто Орда, которая идет, захватывает новые земли. Вот. Как-то там или полностью, или частично уничтожает местные народы и идет дальше. То есть если мы посмотрим, там, саму суть завоевания Золотой Орды, то когда она двинулась на запад, она там дошла фактически до Адриатичного моря. Просто потом вернулась, потому что вот этот, значит, Чингисхан умер. Вроде как. Не, не Чингисхан. Другой хан. Чингисхан 1227 год. А то другой там был еще хан. Сын его вроде. Вот. И эта Орда повернула назад только поэтому. Так этот. Я слушал. Так этот. Вся суть Золотой Орды, что были захвачены огромные, большие территории. Но эта Орда, она не развивала эти территории. Она их просто захватила там и своих там коней, значит, выпасаться высадила. Они там пасутся себе на этих степях. Да и все. Пустые вот эти земли. То есть вот эти города, если взять на Руси... Значит, огромные территории с такими большими городами, особенно на Руси, были просто стерты с лица земли. То есть уничтожены. Вся сводится к тому, что в Руси сейчас такой же устрой. То есть у нее есть огромные территории, которые она не развивает. Просто не остаются в какой-то западни. Но она при этом дальше пытается расширяться. А чего вы взяли, что не развивает всю территорию? Я не помню, какой у вас там есть город. Ну где-то он граничит прям с Китаем. То есть есть там город на реке... Какой Кабаровск? Не знаю точно какой. Но есть там город, например... И он стоит, значит... Что, Золотой не знает, где он, да? Ну, российский город стоит вот этот. Я не знаю точно, как он называется. А напротив стоит китайский город. Вот. Ну, Владивосток, например. Ну, Владивосток это дальше, а то именно где-то сюда ближе. Дальше? Ближе, по-моему, уже некуда. Не, Владивосток это самый край. Кабаровск самый ближний. Владивосток это самый край. Если вы знаете карту России, то Хабаровск и Владивосток это самый ближний город. Да, скидывай в Украину. Китай. Прям вот буквально от нас. Через... Через... Нет, это я понимаю. Буквально там... А он не знает. Я знаю, да, я знаю. Просто... Просто вся... Вся суть, что там именно идея в том, что там стоит город российский, а напротив стоит китайский город. Ну, прямо напротив, через реку. А он в курсе, что... Есть разница. Там в основном украинцы одни. Он вообще в курсе об этом, что сильные украинцы в основном... Зеленый Клин, так. Зеленый Клин, я знаю. Так цель. Так вся суть, что если даже мы посмотрим на Камчатку и на Аляску, которая соседняя американская, да? Да. То разница колоссальная, если вы посмотрите. Если вы видели. Если не видели, то посмотрите, пожалуйста. То есть вот это... Я был там и там. Вот. То это и есть суть, значит, развития собственных регионов. Вот. Вместо того, чтобы их развивать, Россия вкладывает огромные деньги в оружие и пытается захватить новые территории. И зачем? Вы не сравниваете. Вы не сравниваете ту же Америку, например, и Россию. Совсем разные. Вообще разные. У них, как такового, войны не было очень давно. То есть были какие-то локальные войны, которые они вели. Хорошо. Давайте я вам пример приведу с войнами. Сами в нее в эту войну не вторгались. Просто, знаете, ждали, когда победит одна или другая сторона. Хорошо. Я понял, я понял, это суть вашей три. Я это слышал много раз. Хорошо. Давайте тогда сравним, значит, Берлин, сравним Германию и Японию, которые потерпели поражение колоссального во Второй мировой. И они были, ну там, Германия была так же стерта там с лица земли, в принципе, очень жестко. Сейчас мы видим, на каком они уровне находятся. Это и есть развитие собственных стран. Территории относительно небольшие, но суть одна и та же. Развивать собственную страну. Не захватывать новые территории. После Второй мировой войны Германию вообще трогал? После Второй мировой войны? После Второй мировой войны она платит репарации и до сих пор. Репарации и до сих пор выплачивает. До сих пор? Я просто об этом не знал. Ну вот, знать видите. Она выплачивает какие-то репарации? Да, она до сих пор выплачивает репарации вот тем странам, которым она нанесла ущерб. А ущерб там колоссальный. А как это узнать, убедиться в этом? Ну это надо, это можно загуглить и узнать. Я сколько гуглил, ни разу не узнал. Ну, напишите, значит, выплата репараций, оба репараций и так дальше. Там информации хватает, да. Так как раз таки страны, которые в поражении во Второй мировой, значит, зазнали поразки. Получается, они почему-то на высшем уровне жизни, развития, чем той же Советский Союз, который победил, так сказать. Ну, то есть антигитаревская коалиция победила и Советский Союз в составе ее. Вот, и при этом почему-то Советский Союз так и остался. Ну, то есть, как вы там себя называете? Вы преемники. Преемник. Вот. То есть преемник Советского Союза, главный преемник. Почему-то остается на том же уровне, что и, в принципе, ну, чуть лучше, чем 100 лет назад. Да ладно. Ну, я вам сравниваю вас, я сравниваю с Америкой, с Китаем, с странами, которые в поражении. Вы жили в России? Слава богу, не жил. Жил в Украине. Слава богу. Ну, я вам говорю, что если вы пожили, вы поняли, что мы далеко вперед, скажем, мы очень далеко. Мы очень далеко. Если сравнить с тем же девяностыми годами, когда у нас разрушился Советский Союз, да, и сравнить с тем, что сейчас это вообще небо и земля. Вообще небо и земля. То есть, да, у нас, если, например, говорить о том, что цены там высокие, да, ну, по сравнению с зарплатами, да, высокие, как бы, это инфляция высокая. Но, опять-таки, все познается в сравнении. Если говорить про инфляцию в той же Европе сейчас или в Америке, то мы еще нормально живем. Скажите, пожалуйста, нормально живете? У вас там какая зарплата средняя? Средняя? Ну, где? Вот, знаете, у нас, надо говорить, где ты, на кого-то работаешь. Ну, по стране, по стране, в принципе. На куда-то, когда ты работаешь или на частное? Не, в принципе, какая средняя зарплата в стране вашей? Сложно говорить, но вот я могу только про себя говорить, наверное. Ну, нет, ладно, про себя не буду. В общем, если брать, то где-то в районе 50 тысяч. Да, это средняя зарплата в России. То есть, в долларах это сколько? А у нас в долларах не измеряется. Зачем вам в долларах? Ну, понял, не измеряется, ладно. У нас цены от доллара не зависят. Потому что, если вы хотите какой-то там нормальный телефон себе купить, у вас банально зарплаты не хватит на обычный один телефон. Ну, хороший телефон. Нет, вообще не так. На какой банально хороший? Сейчас хороший телефон стоит от 1000 долларов. Хороший телефон. Да ладно, зря я так думал. Ноутбук, ноутбук, ноутбук от 1000 долларов. Ноутбук, да. Нет. Ноутбук, ноутбук от 1000 долларов, это что на наши деньги? 60 тысяч получается? От 1000 это уже нормальный ноутбук. Это не хороший. Это не хороший, это нормальный. Ну, это, скажем так, ну, такой хороший ноутбук. Ну, то есть, прям задаток такой на будущее. Задаток на будущее. На несколько лет вперед, чтобы взять такой ноутбук. Ну, 60 тысяч, ну, что такое 60 тысяч? Ну, у меня зарплата, например, 50. При том, что я работаю 2 через 2. Ну, машину за сколько вы можете? Когда вы можете купить машину? Смотрите, у меня, я работаю 2 через 2. Вот я про себя могу сказать. 2 через 2. Да, у меня зарплата 50 тысяч, ну, плюс-минус. 48, 47, там, 50. Ну, в зависимости от месяца. Плюс я еще работаю на другой работе. Там 40 получаю. Вот. То есть, у меня выходных мало, да. Как бы практически нет. Но я получаю там в районе сотки в месяц. Да, и скажите, за сколько лет вы накопите на банальную машину какую-то? На банальную машину? У меня была машина. Я покупал ее. Я взял ее в кредит. На иномарку, скажите. За сколько можно? Я взял в кредит. Сейчас все в Америке. Ты и мы живем. То есть, на кредит. Ну, есть люди, которые покупают наличку. Я покупал кредит. Скажите, ладно, давайте. Это будет сложный вопрос просто. Я вас понял. Это сложный будет вопрос. Но давайте просто банально возьмем сравнение по тому, что у вас есть куча видео, если вы на ютубе напишите, там, когда пенсионеры ищут просрочку. Когда, значит, вывозят, есть рабочие супермаркеты какого-то, и они берут просроченные какие-то там товары и просто их все грузят и вывозят на мусорку. И вот, когда они вывозят на эту мусорку, пенсионеры собираются, перехватывают их еще до мусорки. Перехватывают вот эту корзину и разгребают это к этим. У вас тоже такие видео есть? Есть такие видео, но если покажете, я буду знать. Но дело даже не у нас. Дело в сравнении с Америкой. Когда там не хватает... Там тоже дофига бомжей. Вообще очень много. Бомжей. Нет, там сравнение уровня жизни вообще не то. Вообще не то. Если вы напишите, как выдают вот эти бесплатные продукты, не просроченные никакие, а нормальные бесплатные продукты, тем, кому не хватает, кто там подает сдаявку, что им не хватает, значит, что там поесть. Им там полную корзину нормальных там лосось выдают какой-то. Выдают вот эти крупы, фрукты, овощи. Вы знаете, если дать разницу между Америкой и Россией, то у меня сестра моя, сестра двоюродная, живет в Майами. Понятно, Америка это все, я понял. Посмотрите, у меня жена двоюродная, живет в Майами. Я там был не один раз. И я знаю, как там общежитие протекает. И я знаю, что это далеко не идеал, который вам рисуется. Скажите, а сколько раз Россия помогала Америке едой? Едой. Едой. Сколько раз в истории Россия помогала Америке? Вы сейчас начнете про эти, как они говорят, это корочка, буша. Не, ну просто я вас спросил, сколько Россия помогала раз едой Америке? Мы всю жизнь, в советское время, кормили весь мир. Не, ну а назовите, назовите мне официальные вот такие, значит, когда Америка голодала, Америка голодала, и ей привозили продукты из СССР. Америка голодала, по-моему, в 120-х годах, насколько я помню. Это были у них там, ну, как это называлось, ну, типа, ну, я не помню. Так назовите мне... Кризис, 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 короче, у них был. Назовите мне все... Кто помогал, я честно не знаю. Может быть и мы. Я не в этом разбирался. Зачем это? Нет, вы не помогали ни разу. Кто, кому помогал... Знаете? В смысле, вы сейчас ведете к тому, что нам все время Америка помогала тем же лизингом, например. Так это показывает... Да, когда была правильная... Слушайте, достаточно загуглить картины Айвазовского «Корабль помощи и раздача продовольствия». Это начало, ой, конец 19 века. Айвазовский рисовал, как еще в конце 19 века Америка на добровольной волонтерской основе не поставляет вот эти продовольствия в Российскую империю, которая тогда голодала. Айвазовский писал в картины, да? Да, можете написать Айвазовский «Раздача продовольствия». И там, значит, сани едут, куча еды, там люди сидят, американские флаги на этих санях. А, ну, как, навкруги. Навкруги, значит, стоят избы российские, на которых российские флаги висят. И там крестьяне на коленях стоят, благодаря вот этих американцам. Поэтому мы, наверное, развалили этот строй монархический, который был Николая II, убрали. А, тут тоже Америка виновата, я понял. Нет, понимаете, это не идеальный строй был монархический. Слышайте, это один раз. Второй раз, это в 1921-1923 годах, когда, значит, такая АРА называется, значит, это, не помню, что это именно, как переводится. Но это тоже там помогали несколько лет, причем, ну, там 10 миллионов человек, по неофициальным данным, накормили в эти годы. Потом помогали ленд-лизам. Помогали в 90-е. А, кстати, ленд-лиз, забыл это слово. Ленд-лиз, да. Все почему-то говорят про ленд-лиз. Нет, так это лишь часть. Это лишь часть, понимаете? Нет, смотрите, можно сказать? Ну, дайте, дайте я докажу. Я сейчас вам докажу, смотрите. Есть, значит, вам помогали еще с конца 19-го века, вот, помогали несколько раз вплоть до последних, ну, то есть до конца 20-го века, вот. При этом Россия или СССР и Российская империя ни разу ничего не поставляла, не помогала Америке, вот. Вот, и тут уже можно делать выводы по тому, кто как живет, кто на каком, ну, конечно. А что вы основываете? Я основываюсь на факторах. Что Россия не помогала никогда в Америке? Нет, я основываюсь на том, что вы не понимаете, что можно жить лучше. Вы не понимаете, что у вас есть нефть, что у вас есть газ, который вы сейчас манипулируете, ну, которым вы сейчас манипулируете Европой и другими странами. Вот, у вас есть куча множества ресурсов, у вас, по идее, куча вот этих денег, с помощью которых можно развивать эту, так сказать, империю, федерацию. То есть, вкладывать деньги в города, развивать какие-то там школы строить, больницы и так дальше. А вы их вкладываете в, значит, ракеты, в калибры. Вот, вам для сравнения, вот это вот, у меня возле дома, значит, осколки валялись. Я вот собрал, показываю русским, значит, 6,5 миллионов долларов за калибр. Ну, по гуглу, так гугл говорит. То есть, одна ракета прилетела там непонятно куда, рядом с живыми домами. Вот, несколько ракет также в центр прилетели, убили украинских мирных жителей. Вот, и это, миллионы долларов тратится на это. Не на то, чтобы что-то нормальное построить. Вот это и есть золотоординская традиция. Там, вкладывать в оружие, захватывать новые территории, а свои ни капли не развивать. Это вся суть. Ну, естественно, я вам не могу ничего доказать, потому что вы патриот. Вы думаете, что вы хорошо живете. Ладно, удачи вам. Слава Украине!